Всем привет! Сегодня хочу рассказать про книги, которые помогут тем, кто занимается дизайном одежды, паршивом одежды и хочет вдохновиться, посмотреть какие-то интересные техники. Вот такая большая у нас куча. Давайте мы будем разбираться. Здесь есть книги по фэшн иллюстрации, здесь есть книжки по рисунку фигуры, по техническому рисунку, специализированному рисунку, трикотаже и так далее. Давайте я начну, и мы с вами посмотрим все книжки. Одна из самых популярных книг, которую я очень часто рекомендую, это фэшнопедия. Что в ней такого замечательного, почему я ее так люблю? Книга на английском языке, но это не умаляет ее достоинства делать только лучше, потому что если вдруг вы работаете с зарубежными фабриками, здесь полный словарь моды. Начинают они с того, какая была мода, в каких годах, какие основные силуэты, исторические и так далее. После этого начинается очень классный и большой блок, в котором много технических эскизов. Они распределены по группам, и в этих группах, соответственно, там рубашки, брюки, пальто, свитера, жерси, блузки и так далее. Почему рекомендую? Во-первых, здесь это подписано, как это называется, вы сможете хорошо общаться, да? А во-вторых, примеры, как это нарисовать, особенно для новичков. Это очень-очень такая классная, популярная штука. Здесь есть и юбки, она форматом опять сама по себе, да? Но в ней много. Вот нижнее белье, прям отдельный блок, воротники, пуговицы, карманы, часы, колготки, носки, ювелирные украшения, уход, ткани, полотна, уход за вещами, как выглядит рабочее место, как оформляются, какие лейблы, где что, какие есть прически, типы фигур. В общем-то, вот все-все-все в ней есть, включая базовые измерения, мужские и женские. Не так давно, ну, где-то около года назад, они выпустили вторую книжку. Это называется Фошинопедия. Это мой экземпляр, поэтому он уже такой потасканный, не обращайте внимания. Есть, на самом деле, у нас новые экземпляры в нашем онлайн-магазине, их можно приобрести, мы их привозим. Они выпустили стекстайлопедию. Они — это издательство фэшн, гонконгское издательство, специализирующее именно на моде. И здесь они собрали все о тканях, полотнах, волокнах, составах и так далее. Хлопок, вот классная фотография, описание. Опережая вопросы, я не знаю аналога на русском языке, и данное издание не переведено. Есть оно только на английском. Вот, соответственно, там джул, бамбук, показано, что это за растение, как оно выглядит, очень качественные фотографии. Здесь растительного происхождения, животного происхождения, синтезического происхождения, вот тот же полиэстер и так далее, да. Потом показывают, какие есть типы круток нитей, как это выглядит. Очень все детально подробно расписано. Способы ткачества и какие получаются переплетения, что из них шьют. Смотрите, жоржет. Пример из жоржета. Что из него в основном шьют, основные его свойства, как производят, основные составы, из которых делают. Да, вот все это здесь приложено. Это фотографии. Ну, очень качественное ощущение, как будто это реальная ткань, жалко, нельзя попробовать. Меня, кстати, вот спрашивали не так давно, а какие-нибудь там книги с образцами тканей. Ехать надо на выставки специализированные, и там продаются с образцами тканей, но они очень дорогие. Хочу, чтобы вы понимали то, что когда выдают с такими рекомендациями, это, как правило, от 1000 евро будет книжка стоить. Поэтому к этому надо быть просто готовыми. Так, вот много. Потом, здесь есть еще трикотаж. Сейчас, смотри, вот идем. Название всех переплетений тканей, цветов и так далее. Вот трикотаж, смотрите, петельные структуры. Они здесь и сделали, и кулирные, и основы вязаные трикотаж. Все сюда включили, показали, какие основные, как там кругловязвленные машины, плосковязвленные, регулярные, нерегулярные способы производства. Все-все тут есть, как выглядит полотно. Ну, то есть, вот прям очень классно они все собрали. Жаккарды, что там у вас может быть наизнанке, как он может вывязываться, что делать. Ну, там это много принципов. Кружево. Вот, все-все-все в этой книжечке есть. Как производится для технологов, для тех, кто занимается, для тех, кто шьет, для тех, кому нужно знать, как это пишется по-английски, как это обозначается. Что это вообще? Все здесь. Это вот шкурки, да, разных животных, как это все. Информация по уходу, производство. Ну, в общем, прям вот настольная книга. Особенно для тех, кто работает в ваших компаниях. Считаю, что она должна быть у вас на столе. Ну, и понтоны, как называются цвета, вот, честно говоря, я не сверяла. Вот, единственное, что я могу сказать, не сверяла, насколько это действительно актуальная цветовая гамма, и можно на нее полагаться. Ну, в смысле, в плане цветопередачи и названия, потому что все-таки, как правило, используются понтоны. Но можете посмотреть, почему бы и нет. Это вот такие базовые книжки, именно с набором таких знаний. Книжки для дизайнеров, для рисунка. Одна из самых, ну, наверное, популярных и ходовых книжек, на которые все западают и говорят, это одна и та же книжка. Ее переиздали. В связи с этим она имеет теперь другую обложку. Была она сначала вот такая, теперь она вот такая. Там все то же самое. Чуть-чуть они там буквально 3-4 страницы поменяли, но это не имеет значения. 4 тысячи drawings, они говорят. 4 тысячи дизайнов. Вот вся книжка. Она тоже на английском, но я... Можно абстрагироваться, потому что на английском здесь в основном одни номера и заголовки. Примеры, как и какого вида могут быть. Мне кажется, практически все детали, которые есть в одежде. От воротов до, там, воротников, драпировок. Кстати, очень красиво здесь рисуются драпировки. Вот разные воротники, да, задумали что-то пошить? Ну, там вот идеи не хватает. Заглянули, полистали, посмотрели, выбрали какой-то фрагмент. Она для этого и нужна. Не знаете, как нарисовать? Зашли, посмотрели. Ага, вот этот капюшон будет рисоваться так, этот так, будет смотреться так. Вот очень классно, очень классная книжка. Тоже есть у нас в наличии в магазине. Мы их привозим уже практически чуть не с сотними. Они у нас разлетаются. Вот эта часть мне очень нравится у них, потому что мало кто так классно рисует всякие драпировки и все остальное. А здесь это хорошо показано. Вот, листаю через много листов. Вот прям пачка, видите, там много листов. Потому что, ну, ее нужно часами разглядывать. Действительно, очень классная книга, позволяющая с ней общаться и работать, пополняться идеями. Шиющему человеку, человеку, занимающемуся дизайном, человеку, которому нужны идеи, как что-то отрисовать. Вот, вот, вот. Вот так вот много тут всего. Перестать, не перелистать. Вот очень классно показывает, как рисовать. У кого проблемы с рисунком складок, не знаете, как вот. Вот, она все показывает, все рассказывает, все объясняет. Так. Это Элизабетта Друди. Еще одна книжка. В общем-то, она из этой же серии, можно сказать, да. Тоже издательство Промопресс, испанское, классное. Они делают очень много интересного. Она касается нижнего белья, купальников и пижамы. Здесь очень много вариаций. Вот, смотрите. Вариатт рисунок с чистого листа, рисунок на шаблоне. И вот еще раз повторяюсь, я, кстати, общалась с дизайном Zara и все. Никто никогда не против, если вы используете шаблон, даже если это не ваш авторский шаблон. Потому что, если оно классно отображает ту фигуру, на которую вам нужно, why not? Соберете шаблон и вперед. Собственно, вот. Давайте я только побыстрее продастаю. Здесь, кстати, не так много шаблонов девочек. Если начинаешь листать книжку, понимаешь, что, ну, штук 15-20 их, не больше. И вот на них все рисуется. Это, конечно же, в массе своей диджитал-иллюстрация, когда есть шаблон девочки. Вот не могу сказать точно, какая программа. Может быть, это Photoshop. Может быть, частично Procreate. Вот это от руки было нарисовано. Вот. Так что здесь тоже на лето. Для тех, кто занимается нижним бельем. Книжка тоже будет прям помощью большой. Подсмотреть. Ой, а что там еще с купальником сделать? Вот. Вот. Тысяча идей. Что там еще можно сделать? Так. И у этого автора есть еще классная книжка. Я, правда, вот не знаю, сейчас она есть или нет. Рисунок фигуры. Потому что это очень старое уже издание. Сейчас я скажу, Элизабет Друнде тоже автор. Какого она года. Вот у нас ее в продаже нет. Мы не можем ее приобрести, потому что очень старое издание. Я ее не видела. Но ее, в принципе, можно найти на просторах интернета в подержанном состоянии. Даже иногда можно скачать PDF. 2001 год у меня. Это книжка издания. Это моя личная коллекция. Ну, в общем-то, здесь про рисунок фигуры. Про то, если кто-то хочет рисовать. Вот это все тут есть. Я когда еще в студенчестве училась, я это приобретала. Тоже она стоила каких-то не очень приятных денег на тот момент. Но могу сказать, что я ее отработала вообще вдоль и поперек. Поэтому, ну вот, просто показываю быстро, да. Здесь очень много всего. Ну и он садится рисовать. То есть это не такая книжка. Здесь можно посмотреть, выбирать какие-то позы, примеры. Потом садишься и просто рисуешь, рисуешь. Если вы всю эту книгу перерисуете, ну, я думаю, что у вас все будет хорошо с рисунковой фигурой. Но надо перерисовать. Конечно, тут еще потом авторские стили. Вот здесь, смотрите. Примеры уже в цвете. Я думаю, что это вот отсканированные. То есть это еще не digital иллюстрация, потому что 2001 год это все рисовалось от руки. Тоже здесь детали, подтехнический рисунок. Ну, вот тут все. Ну, какие-то закладки мои лежат. Так что вот он, технический рисунок. Никуда он за все время не делся. По поводу технического рисунка. Есть вот такая книжка. Это, по-моему, у меня первое издание. Сейчас уже вышло второе. Но ее тоже не так просто. Мы ее привозим периодически. Но она пропадает у издательства. Маленький тираж. Как рисовать технические эскизы. Да, вот то, что наброски и то, что технический эскиз. В чем разница? Здесь, чем она мне нравится. Вот в этом издании, это первое издание. Они показывают с макетами. А во втором издании они еще добавили, как рисовать в графических редакторах. Нет, вот здесь немножко есть. Но там побольше во втором издании. У меня просто первое издание книжка. Соответственно, тоже всякие складочки. Как, что. Как, вот видите, моменты рисовать. Тоже есть написание. Но, на мой взгляд, немножко больше это дано в шинопедии. Хотя эта книжка тоже хороша. То есть, вот, очень приятно, да, когда ты видишь, как это в макетах. Редко где такое встречается. В таких объемах. Вот, пожалуйста, тоже прекрасная книжка. Оставлю название всех книг. Ну, в описании сможете посмотреть, чтобы удобно было использоваться. Искать большинство из этих книг есть у нас в онлайн-магазине. Можно их купить. Вот, например, вот этой конкретно в данный момент нет в наличии. И именно этой не будет. Будет уже второе переиздание, если оно появится. У нас оно было. Его разобрали очень быстро. Вот такие крючочки. И тогда Лия. Ну, тоже, смотрите, рисует на шаблонах. То, что я говорю, это совершенно нормальная история. Так, дальше. Книжка от иллюстратора модного дома Версачи. Классная в том плане, что здесь поэтапно показано, как рисовать эскизы. Смотрите, все материалы. Она освещается. Книжка тоже на английском. К сожалению, на русском языке практически нет такой литературы, которая бы была вот настолько крутая в плане рисунка, техники подачи, издательства и так далее. Поэтому вот ой. Здесь все тоже мы начинаем с рисунка фигуры. Ну, потому что нельзя не рисую фигуру, рисовать на нее одежду. Если вы не понимаете, для какой формы вы это делаете, то это не получается. Вот, смотрите, здесь поэтапный рисунок лица, чтобы модель была с лицом. Здесь мы рисуем позы. И вот она, вот смотрите, последовательно от A, A, B, C, D. И вот она показывает, как она выводит на каждом этапе, показывая, каким материалом она работает. Очень-очень тут много всего. Это вот черно-белые эскизы. И дальше сейчас пойдут техники цветные. Да, как рисовать разные материалы. Вот, смотрите, пуховички, трикотажек. Притом тоже очень приятно, что она это делает с фотографиями, чтобы показать, как это все потом воспроизводится. Очень приятная книжка для тех, кто занимается иллюстрацией, для тех, кто занимается дизайном, да и, в принципе, по шивам одежды. У дома Версачи есть чему поучиться. Лучше не пренебрегать, иметь в своей коллекции, когда возникают какие-то вопросы, обращаться и делать. Классно делает имитацию всяких там стразов, перьев и всего остального. Но это не так просто, она это показывает очень здорово. У этого же автора, давайте до конца промотаю, там очень много последовательных вот этих эскизов. Есть вторая книжка, которая показывает, как рисовать аксессуары. Потому что одно дело – это одежда, другое дело – это аксессуары. Давайте я просто пролистаю, чтобы было понимание того, что внутри. Тоже она требует очень детального изучения. Здесь много сумок, много ремней. Показано, как рисовать разные текстуры, кожи, меха, стразы и все-все-все в этом стиле. Вот оно здесь все изложено очень подробно. Обувь, очки, сумки, ремни. Вся аксессуарка, которая вот есть. Очень классная книжка в плане прорисовки. Еще одна неплохая книга по трикотажу. Другой автор уже. Тоже издательство Промопресс. Они вообще плодовитые Промопресс. Они всех хороших авторов собирают. По трикотажу. Трикотаж – отдельная история. Здесь тоже фотографии разобраны, как выглядит полотно и как его можно сымитировать. В основном вся техника по рисунку от руки. Вот это все здесь показано. Здесь еще приятный бонус. То, что показаны разные полотна, как это рисовать. Явно видно, что рисовал трикотажник. Двухфлантурное плетение. Куда какая петля, где лицевая, где изнаночная. Но только основу вязаного нет. Только кулирка. Ну ладно. Это бог бы с ним. Здесь вот показаны элементы. Вот такая вязаная штучка. Вот так она. И как это смотрится. Это вот ценно для именно тех, кто с производством работает. Тех, кто сам вяжет. Вот как это все. Вот эти всякие эластичные переплетения. Как горловины. Как жаккарды отображаются. Вот хорошие технические эскизы. В дополнение к этому ко всему идут. Ну, в общем-то. Вот смотрите. Разные головинки, воротнички. Оформление края. В общем. Книжка в этом вопросе, конечно, помощник. Тоже периодически мы ее привозим. Надо смотреть по наличию. Книжка называется на Color and Fashion Illustration. Но здесь не только про цвет. Далеко не только про цвет. Начинается все классический способ. И здесь вот уже такая, видите, больше digital иллюстрация. Тоже все объясняется, что женская фигурка для фэшн иллюстрации удлиняется. Какие есть фозы, позы, принцип контрапоста. Вот эта вот S-линия. Вот они все это тут показывают. Рассказывают много про это есть. Да, чтобы фигура стояла. Чтобы это все было правильно. Пролистываю. Потому что много нижнее белье. Вот про цвета блок. Здесь они осветили, конечно, там и про длину волны. И вот цветовой круг Итана, пожалуйста. Про основные цветовые сочетания. Про RGB, про ЦМИК. Про то, как свет преломляется. Видимый диапазон спектра. Ну, в общем, все это тут. Ну, только по-английски будет сложновато читать немножко, да. Теплая-холодная цвета. Сочетание там яркость, контрастность, насыщенность, работа с фоном, сочетание, количество цвета, объем. Ну, для понимания теории название цветов. В общем-то, неплохо. Самое интересное начинается вот здесь, с третьей части. Здесь разобрано несколько материалов. И вот работа с карандашом, да. И что можно, как нарисовать карандашом. Очень классно, все подробно расписано. Прям полный мастер-класс. Как рисовать карандашом. Потом там еще будут маркеры. Будут вот акварельные карандаши. Заговариваюсь. Вот Acula Pencil. Вот они. Акварельные карандаши. То есть те же карандаши, только мы их еще размывать можем. Вот оно все тут. А там еще сейчас должна быть акварель. И отдельно еще маркеры, которые очень популярны. Вот они. Все техники здесь предложены и изложены. Вот маркеры мы пошли уже, да. Что-то тут домываем, подмываем. Очень красивый блок. Изображение темного на светлом. Кружево, меха и так далее. Достаточно прям такая отдельная интересная тема. Ну и немножечко тут добавили аксессуарки, детали. В общем, очень много тоже по всему по изображению. Книжка такая монолитненькая. И еще одну книжечку я вам покажу. Моего авторства. Adobe Illustrator в дизайне одежды. Есть одноименный курс. Много всего на YouTube интересного. Это про то, как мы с вами будем рисовать эскизы в векторе. Для того, чтобы они у нас шли в производство. Ну, здесь вводная часть. Кстати, все по-русски. Чтобы было удобно использовать. Adobe Illustrator здесь использована в версии 2018 года. Соответственно, все приемы, которые описаны здесь, прекрасно работают на более старших версиях. Как создавать принты. Как рисовать эскизы. Вот очень прям, что входит в технологическую документацию. Вот, смотрите, примеры эскизов. Ну, конечно же, на курсе мы это все более подробно разбираем. Очень четко все это делаем. Ну, книжка, как такой настольный учебник. Тоже многие берут и многим помогает. Вот, что я вам хотела рассказать про книги. Надеюсь, что что-то вам понравилось. Чем-то вы вдохновились. Название напишу. Ссылочку оставлю, где можно их посмотреть и приобрести. На этом все. С вами была Щековская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.